что приветствую наших ребят и первую очередь хайкин спасибо что ты сегодня нам поможешь с русским языком и вот сегодня у нас начинаем перешить перешить такой довольно таки любопытные взгляды и и могу вам передать отрав шарки которые наш один из предушек очень любопытные новые вещи вот и кроме этого у нас есть рассказ который прошлый раз начали забинахман а именно о том как пропала царская дочь вот как раз у меня сегодня будет товарищ который был меня он говорит я вчера заходили слушать твой урок этот начал рассказа интересно вот не при продолжим этот рассказ вот но для начала песня если если рабин нахмана слова раби нахмана и начали скачать слова и потом споем и потом начнем же сборочек дальше а это надо было скопировать это без вас есть они успели нет нет вежды места выгодите и и как раздать нет нет вот это все еще мы копия нужно раздать и надо это дело проще рассчитали проще считаю а это новый ты что хотела а ты наловить сейчас начинаем урок и приветствую еще раз всех и значит у нас вот эти дни непростые нечего на войне тяжелые вещи были и продолжается тяжелее вид на юге на север и свои жертвы если есть еще но еще новей же ты да и поэтому нам очень нелегко смотреть все что с нами происходит положить тему но раби нахмар идет нам в общем-то на помощь его период когда он жил конец 18 века начали в 19 1700-1800 было намного тяжелее чем у евреев не было своей страны они были полностью под властью то это в окружении потери и результате не вырезали погром не погром не полностью зависит сейчас конечно было огромнейших ошибка армии и безопасности но армия у нас очень сильно страна очень сильная богатая поэтому за то чем все будет окей но тем не менее что ты за то что тяжело не все-таки можем получить поддержку от раби нахман и с песни это из рассказа давайте начнем песню робин обман из бреслав говорю того сменит раби нахман из бреслава говорил я не отчаиваться не отчаиваться когда приходит трудное время надо только радоваться слова они простые да потому что когда приводит трудное тяжелее время как что значит радовывает как его шагу не можешь адвокс не может что-то вас но они просто говоришь то надо радоваться но нужно да так радоваться только думать это вообще непонятно вообще непонятно поэтому сейчас не поем с расходу но может быть походу дело немножко из-за того что поймем не дайте спою можете задействовать инструменты а я умею луле и тяеш я чаю ваться луле и тяеш я вуз манка ше ракли смолок еш ракли смолок еш ракли смолок еш ракли смолок еш а и а и а и и и и и и и не отчаиваться никогда не отчаиваться это приводит тяжелое время надо радоваться и только радоваться и только радоваться Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что всевышний хочет что он хочет он очень что бил свет это его план потом следующим идет выполнение ok и стал свет он задумал чтобы свиста свет это второй этап третий этап и увидев все сильные вы им свечет он хорош да и отделили все сильные света тьми и назвался сильный свет днем ведь мы назвали ночью это как будто бы смотрит оценивает что же получилось окей на примере представьте себе человек очень делает допустим стол и стул я чувствую делать стул для чего это задумка потом он сделал потом смотрит как получилось если этот речь а потом читы последний это уже окончание подвини итогов ведь и билла вечер биллу туда день один вот есть теперь все стучи это четыре этапа сейчас так как но не хотелось бы что учитали ну давай еще почитаем продолжим давай нет пока продолжает тур и иск и сказала всесильный да будет пространство посреди воды и отделяет она воду от воды и создал всесильный просто ранство и разделил между водой водой которая под пространством и между водой водой между водой которая над пространством и стала так и назвал всесильный пространство небом и был вечер и было утро день второй ну к и отлично второй день появляется пространство и опять он есть план да будет пространство разделить то что сверху то что снизу появляется воздух да как будто бы пространство потом идет выполнение и создаваться сильных пространство стало пространство и и назвали пространство небом и потом это опять по-другому библии чего тут день 2 почему не написано здесь что он видит что-то хорошо если написано во всех все не по написано здесь не написано потому что третий день два раза написано будет хорошо там оканчивается оканчивается значит и разделение вот поэтому там сказано хорошо окей давай читать третий день и сказал всесильный да стекается вода что под небом в одно место и до явится суша и стало так и назвал всесильный сушу землёй а течение течение под назвал воду и увидел всесильный что это хорошо и и сказал всесильный да производит производит земля зелень траву семейную семеносную дерево плодовитое производит 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 производ плодовитое, в котором семя его, по роду его. И увидел все вселенное, всесильное, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. То, что ты иногда говоришь, вселенная, в самом деле есть какая-то связь. Всесильное, всесильное. Вселенная и вселенная связаны. Элоим создает вселенную, как будто бы, вся природа, все законы, которые есть. Вселенная, это очень-очень даже связано. Окей. Значит, здесь опять, тут двойная, во-первых, заканчиваются раздельные воды, это и суша. И потом, очень любопытная вещь, наверняка слышали, но если нет, тогда это будет новое для вас. План был, теперь создать растения, да? Да, простит земля, зелень, и травы, и траву, и дерево. Это план его. Причем, какое дерево? Дерево плодовитое, да? Плодовитое, да? Плодовитое. Произведящее породу своему плоду. Вот, это порода на иврите, это больше как-то понятно. Там написано, эцпри осепри, то есть, само дерево, вот эти сказали, да. У него тоже, у дерева тоже было в плане, что у него будет вкус, как у манго. Манго ты кушал? Думаешь, в Фардессе, раньше у нас все деревья, фарьоны было, сейчас построили на дома. Замечательный фрукт. Все отрезали, все дома строили. Но когда белое, там, ты любишь манго. Да, у меня в матери тоже есть манго. Хороший фрукт. Отличный, уже сезон все прошло. Но если ты можешь покушать им с дерева, ты можешь кусать дерево, и как манго, плод, и дерево невкусное. Ну да, здесь... Дерево, кто кушает дерево, только козды. Да. Но в плане, в плане, было написано, что у дерева будет вкус манго. Это здесь написано. Так и было. А? Так и было, конечно. Так и было, конечно. Окей. Но вот это план, нет, это план, это минуточку, здесь написано. Это план. А что же выполнение? Мы читаем второй этап выполнения. И произвели, и произвела земля, зелень, зелень, все хорошо, по плану, трава, семеносная. А дерево, которое семья его породу, то есть дерево, он перестал быть, то есть не по плану, он был таким, стал таким твердым, жестким, который невозможно кушать. Только плоды вкусные. Да. Таким образом, план было одно, вот у Всевишнего, а в Японии не другое. Почему? Таким образом получается, что у Всевишнего есть кишалон, кишалон, это как бы, у него не получилось, то, что он задумал. Это немножко странно звучит, но на самом деле все Тора это так. Всевишний что-то хочет одно, получается что-то другое. Почему? За человек? Не только из-за человека, а из-за всего мира. У мира и у человека особенности есть выбор. У всего творения есть выбор. Поэтому, план это одно, это идеал, а действительность это другое. Действительность, конечно, мы надеемся, что будет предпродвигаться к идеалу, но есть такой анекдот, это кто любит всякие противоречия, это очень интересно звучит. По идеалу, по идеалу, действительно, нас постоянно приближается к идеалу, правильно? По идее, по идее, наша жизнь постоянно должна приближаться к идеалу, правильно? Это по идее, по идее, а в действительности это не происходит. Это такое противоречие, но... По идее, спонда миллионера, а фактически он это живет в путь в сторону. Здесь мы видим, что был план, теперь исполнение это было не точно такое, и потом, тем не менее, то, что произошло, то, что было создано, все вечно видим, что это хорошо, было вечер, было утро, день третий. Сейчас должен закончить, но я только подъеду итоги, чем я так веду. Это каждый день вот так. План, выполнение, то ли получилось так, как хотелось, то ли нет, неважно. Потом, как будто все вишний смотрит, что же получилось. Обычно он говорит, что все хорошо, все же получилось, дал место творениям, что тоже проявили себя. И потом, сейчас тот день, человек, да? Животные и человек, там пока было небесные тела, да, потом это самое. Морские животные, земные животные, потом человек, окей. Но тут уже любопытно это отделение, потому что мы обычно спрашиваем, а как же четвертый день только солнце? Ага, откуда свет, правильно? Это раньше был серьезный вопрос для веры, да? Откуда ты верешь в свет, если нет солнца? Только свет первый день, а солнце только четвертый день. Окей. Но сегодня нет проблем в науке, если смотришь на науке, потому что по теории большого взрыва вначале появился свет, потом пространство, потом только галактики из невероятных больших водородных облаков, и потом только из галактики, звезды, и в том числе и солнце. Поэтому тут нет проблем. Но тут другое, что первые три дня это статика, статическое существование, свет стоячий, по физике, по свету, пространство, воздух стоячий, и море и земля стоячие. Теперь, вторые три дня, свет двигается, солнце и ровно двигается, окей? Вода, это морские животные, двигаются, да? Воздух, птицы двигаются, и випиа, и вещество, и день. Земля, то есть на земле животные двигаются, и Адама двигается. Как называется Адама, который двигается? Адам. Адам. Адама, то есть, из чего сделано от человека, Адама. Афамина Адама. Я только хочу подвести итоги, что? Седьмой день, да, почитай седьмой день, это у нас... Это мы отсюда начинаем. Третье, третье. Третья глава, и сказал всесильное. Нет, это вот. И седьмой? Да, вот это почитай. Седмуточку. Третье, седмуточку, да? Третье, это еще. Третье, прочитай, я отсюда. Вот. И совершены, и совершены были небо и земля, и весь сном их. И завершил всесильный и седьмой день, делая свое, которое он создал и почил в день седьмой от всего произведенного. Произведенное я, которое он создал и благословил всесильный день, и оставил, и остыл, и благословил седьмой день, и осветил его. Вот оно как осветил. И вот тогда почил от всего произведенное, всего, которое всесильное тваря создал. Окей, но здесь лучше написано, я сейчас почитаю. Это другое издание, это раб Йонок, наш преподаватель, он редактировал. И завершились небо и земля, и все воинство их. Это я наш сон первый раз слышу. И завершил Элоим в день седьмой работу, который сделал. И прекратил в день седьмой свою работу, всю работу, которую делал. И благословил Элоим в день седьмой, и выделил его, потому что в этот день прекратил свою работу, которую создал Элоим, чтобы делать. Что здесь, ребята, не хватает по отношению других дней? Что вы видите, что не хватает? И закончился день? Не, написано, не закончено, не написано, и было вечер, и было утро, седьмой день, правильно? Дело в том, что для Всевышнего он свою работу сделал, шесть дней, окей? Он все сделал. Свет, пространство, все, все, что есть на ней. Человек тоже начал делать, он не завершен. Окей? Теперь Всевышний уже будет отдыхать, он не будет мешать этому миру. Мир будет работать, жить. Но, написано в конце, он закончил свою работу, которую сделал, создал, чтобы делать. А что делать? Это уже дается человеку завершить эту работу. Самого себя и весь мир. То, что мы говорим сегодня, для чего создал человек этот мир, для чего создал человека, мы видим, чтобы это завершить, чтобы этот мир стал совершенным, хорошим, счастливым, радостным. Для этого дается человеку, человечеству, который в истории, мы сейчас не говорим про историю, как создался человек, по науке. История человечества, шесть тысяч лет, чтобы он мог усовершенствоваться, усовершенствовать себя как человек и всего мира. И тогда, когда это будет сделано, да, и что станет заполненной жизнью полностью, тогда будет сказано, и было вечер, или было утро, седьмой день, законченный седьмой день. Когда, когда? Когда человек закончит историю, и будет человечеством совершенным, счастливым, дружным. Есть прогнозы какие-то? У нас, да, мы продвигаемся, осталось 200, там, 220 с лишним лет. Очень хорошо, посмотрите, где мы были пару тысяч лет назад, где мы сейчас, совсем на одном месте. Вот, но без оточнения, в войне тоже заканчивается скоро. Это очень может быть, что вот эта последняя, тяжелейшая война, будет, или если не последняя, а один из самых последних. А как вы заточнили? Ну, на этом все, пошли. И потом, когда закончится седьмой день, будет, в самом деле, гармония и жизнь, то, что мы хотим. Конечно, постоянно развивающаяся жизнь человека. Потом, что будет после этого? Будет радик, тысячелетняя царство. Начинается восьмой день, ребята, восьмой день. Начинается, начнется восьмой день, но это в следующий раз. Тысячелетняя царство, да? Как? Тысячелетняя царство? Это седьмой день. Это будет семь тысяч лет. А после этого будете еще там тысячи? Потом начнется восьмой день. Восьмой день. А, канель, это ты. Давайте закончим с песней. Робина, к маме, Бресла, а я умеешь. Ну, лейте, я их не отчаиваться, ребята. Ну, лейте, я ешь. Мы сейчас не видели, потому что все будет окей, все будет хорошо, ребята. Ну, лейте, яйте, 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 яйте. Песню зашем, чтобы мы увидели своими глазами, что все будет хорошо, все будет отлично, и чтобы мы увидели и мир, и бетом Игдаш. Везет ашем, потом еще поговорим, как строить свой бетом Игдаш личный. Аминь. Все молодцы. Спасибо.